Первый, второй. На этой камере создаётся эффект присутствия, что многие пишут, как будто сам в шкуре пожарного побывал. Но я сам даже когда просматриваю, у меня адреналин поднимается. Многие смотрят, соответственно, начинают уже и огнетушители приобретать, и пропитку противопожарную делать, проводку менять, элементарные вещи соблюдать. Практически у каждого ролика тысячи просмотров и сотни комментариев в интернете. Наглядные пособия на свой YouTube-канал Владислав выкладывает не только для коллег, но и для рядовых пользователей, которые хотят научиться, как правильно себя вести во время ЧП. Для непрерывной записи с места событий камеру пришлось изрядно прокачать, установить на прибор специальную термозащиту, а также увеличить мощность батареи. Пожары, аварии на производстве, взрывы и ДТП, коллекцию видеозаписи за несколько лет пополнили сотни роликов. Есть среди них и такие, признаётся мужчина, которые леденят кровь даже у бывалых спасателей. Так, кадры с разбора завалов рухнувшей казармы ВДВ в июле 2015 года мужчина до сих пор не решается выложить в сеть. Ещё одна трагедия, о которой спасатели сейчас вспоминают с ужасом, это падение башенного крана на Жуково. Тогда огромная конструкция буквально раздавила людей в машинах. Самое страшное было, что мы мужики, взрослые, многотонная конструкция, кран до 40 тонн лежит, на нём зажало его, и мы ждём, по сути, большой техники, которую должна достать, а сами не можем ничего сделать. Это страшно, это нервы. Мы в таком напряжении ужасном были, когда его вытащили, мы просто все так вздохнули. Смотри на них, а! Впрочем, своими съёмками, говорит Владислав, он хочет вовсе не шокировать, а научить людей соблюдать элементарные правила, в том числе и дорожного движения. Чтобы автомобилистов или пешеходов, не уступающих дорогу машинам МЧС, скорой и полиции, стало меньше. Рассчитывает мужчина, что его хобби повлияет и на статистику пожаров в регионе, число которых с наступлением холодов резко увеличивается. Надеется, те, кто увидит стихию глазами спасателя, станут осторожнее. И тогда больше шансов, что эти люди не окажутся в числе пострадавших от огня. Елена Бабкова, Сергей Гаврилов, 12 канал.